Одесситы будут выплачивать проценты по миллиардному кредиту по полмиллиона гривен в день. За огромный займ на сессии проголосовали депутаты Горсовета. Они поддержали ряд других скандальных вопросов, в частности около 300 гектаров земли. Между Таирово и Черемушками застроят авторынку. Успех придется потесниться. О чем еще спорили чиновники после двухнедельного перерыва, смотрите в сюжете Ольги Голдовой. Девятнадцатая сессия Горсовета началась традиционно, с опоздания. В повестке дня 57 вопросов. Один из первых – кредит в миллиард гривен. Проголосовали за. За 44 против 7, выдержавая с 0, решение принято. Кредит возьмут в Укргазбанке на 5 лет под 17,5% годовых. Это при том, что у города есть депозит на сотни миллионов гривен в том же банке, из которого возьмут кредит. То есть одесситы будут брать в долг свои же деньги. Нужно, во-первых, рассказать и объяснить одесситам, как все это время у нас было с наполнением бюджета. И вот все эти такие очень важные и активные разговоры о том, что у нас повышение бюджета развития чуть ли не в 5-7 раз, когда прижал господин Порошенко, это было такое достаточно активное заявление. Исходя из этого, непонятно, куда все эти деньги делись и почему мы все-таки берем кредит. По словам экономистов, через 5 лет миллиардный заем значительно подорожает. Было бы неплохо, если бы город использовал как залог вот эти суммы, которые находятся на депозите. Потому что в противном случае наш 1 миллиард превращается в еще более высокую сумму. Потому что если заниматься залогами объектов недвижимости, то нужно проводить определенные операции, которые стоят денег. И может так получиться, что из 17,5 кредита превратится в 19 годовых. Деньги планируют потратить на ремонт фасадов зданий, дом Русова и теплосети, а также на лифты. По словам депутатов, 98% кредита израсходует сфера ЖКХ. Мы предлагали направить частично средства миллиардного кредита на восстановление двух детских садов. На Сигетской 8А и в переулке Каркашадзе 4. Одесса все-таки нуждается в новых детских садах. Вот от сессии к сессии эти оба объекта пытаются периодически продать. Мы видим, когда у нас ремонтируются дороги, где участок на Преображенской, Терраспольской площади до Пересы полностью закрыт. А там работают 10, максимум 12 человек. То есть стройка затягивается на года. То, конечно, такой использование. Если также будут фольскредитные ресурсы, город этого ничего не выиграет. Приняли еще один скандальный вопрос. О застройке территории между Таирово и Черемушками. Площадь 288 гектаров. Компании Будова разрешили разработку детального плана территории в границах проспекта Небесной Сотни, школьного аэродрома, улиц Проектной и Инглези. Слишком большой участок и там очень много земель коммунальной собственности. Если бы мы подумали о том, как бы подвести туда коммуникации, как бы разработать силами коммунального предприятия детальный план территории самостоятельно. И потом реализовать данные участки на опционе с наиболее, мне кажется, экономической эффективностью и прибылью в городской бюджет. Для того, чтобы проект был успешным, его необходимо было провести максимально открыто. И, к сожалению, вот позиция управления архитектуры остается загадкой в этом вопросе. Почему выбраны именно эти инвесторы? Почему не проведен конкурс среди всех строительных компаний, которые, возможно, бы претендовали на разработку детального плана? Под застройку попадает 3 гектара авторынка «Успех». Около пяти сотен семей останутся без рабочих мест. 20 лет люди, которые занимаются малым бизнесом на этом рынке, которые платят налоги, которые кормят свои семьи и так далее. То есть власть пытается, опять-таки, без прецедента в данном случае просто их вышвырнуть. По условиям, предварительным решениям, которые были, на основании которых будет разобраться ДПТ, здесь рынка уже нет. Здесь есть район жилой застройки. Приблизительно рыночная стоимость этой земли где-то, по нашим оценкам, от 300 до 500 миллионов долларов. Что соизмеримо, в принципе, с бюджетом города двойным практически. То есть за несколько лет. Депутаты рассмотрели и ряд запросов. В частности, в следующем году займутся разработкой плана перекрытия центральной части города. Въезд транспорта хотят ограничить по субботам с 18 до 22 вечера. По воскресеньям и в праздники с утра и до 10 часов вечера. Ольга Голодова, Александр Кац, Алексей Филиппов, Игорь Казанджи, Андрей Диченко, 7 канал.